А вот другую проблему этого лета сальмонеллез удалось победить. Пик заболеваемости в Кировской области спал. Сегодня из инфекционной больницы был выписан последний пациент с этим диагнозом. Хотя еще в июле больница была переполнена. Именно в этот месяц было зарегистрировано самое большое число заболевших сальмонеллезом. Оно достигало 59 человек. Как пояснили кировские врачи, рост кишечных инфекций всегда приходится на летний и осенний период. Именно в это время кировчане чаще употребляют в пищу немытые фрукты и овощи. Вы являли болезни у тех, кто употреблял в пищу куриное мясо или яйца. Медики предупреждают, чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо есть только термически обработанные продукты и как можно чаще мыть руки. При первых же симптомах, а это высокая температура, рвота и жидкий стул, необходимо обратиться к врачу. Лечение, конечно, соответственно, лучше проводить в стационаре, потому что требует лечение назначение антибактериальной терапии, достаточно серьезной. Чаще всего это, конечно же, идет кишечный антисептик плюс антибиотик внутримышечный. И лечение предусматривает где-то 7 дней.